Всем привет, друзья! Я сейчас расскажу вам о том, как продолжилась история с Toyota East. Вы, наверное, все ждёте, как я начну рассказывать о том, что мы обратились в Генеральную прокуратуру, другие правоохранительные органы, и добиваемся, правда, всеми возможными методами. Но, к сожалению, это не так. Вы же помните то, что водитель выиграл в суд, и, несмотря на это, машину не выпускали. Тогда он обратился ко мне. После того, как он обратился ко мне, мы записали видео, он сделал обращение, и на следующий день после публикации видео ему отдали машину. Итак, продолжим наш разговор, но уже в несколько иной обстановке, потому что в тот день так и не удалось записать видеоролик до конца. Дело в том, что нам сообщили о находке велосипеда, который был украден в городе Бишкек в начале августа. К сожалению, пропажу велосипеда сразу не удалось обнаружить, потому что хозяин был в отъезде, и буквально пять дней назад он приехал в Бишкек, обнаружил пропажу велосипеда, обратился к нам. Мы, в свою очередь, опубликовали пост с фотографией и информацией о том, что велосипед украден. Мы изучали все сообщения. Так вот, через три дня нам все-таки сообщили уже точную информацию о местонахождении велосипеда. Мы выехали, и действительно, это оказался тот самый украденный велосипед. Хозяин очень рад находке, потому что он уделил очень много времени, сил и денег сборку этого велосипеда, который в общем итоге где-то более тысячи долларов США стоит на данный момент. Вернемся к нашей теме. Я тут посмотрел, в телеграме оказывается, 31 июля мы переписывались, встретились на штрафной стоянке, приехал на велосипеде с двумя сумками, в которых находилась техника, через весь город, несмотря ни на что, я приехал, чтобы помочь человеку. Он на 30 или 40 минут опоздал, я вот прямо сейчас это отчетливо помню. После этого он приехал, мы засняли видеоролик, который вы, кстати, все смотрели. Он набрал очень много просмотров. Мы распрощались со словами о том, что пойдем до конца, во все правоохранительные органы будем обращаться в поисках справедливости. А по итогу выяснилось то, что сразу после публикации видеоролика на моем канале, на следующий день ему позвонили и отдали машину, о чем он мне, по его словам, сообщить забыл. Вы представляете, он просто забыл мне сказать, что забрал машину. Помощи попросить не забыл, а когда забрал машину, сказать забыл. Так, здесь он у меня как нурик записан. Я у него спрашиваю, что он не сказал. Он, кажется, да, я, оказывается, забыл про это. Вот прям так и говорит. Есть один момент, просто это не телефонный разговор. Если есть возможность, могли бы просто встретиться и поговорить. Тогда вы поймете, булотбэки. Я ему отвечаю, телеграмм точно никто не пропалит. На что он говорит, не могу булотбэки. Поймите меня с правильной стороны. Ну, тут какие могут быть варианты? Возможно, ему кто-то угрожал. О чем он, опять же, мог сообщить мне, я бы ему помог. Есть еще вариант, что между ним и сотрудниками милиции нашлись общие знакомые, которые урегулировали конфликт. Такой вариант тоже возможен. Но, скорее всего, учитывая, что он не может сообщить даже в телеграмме, произошло что-то между этими двумя вариантами. Хотя он говорил, что ему никто не угрожал. Я вот тут ему прям спрашивал, допрос ему устроил. Такой мини. Он говорит, нет, никто не угрожал, никто не запугивал. Все нормально. Встречаться я с ним не собираюсь, потому что не считаю нужным это делать. Один раз встретился, и уже хватает. Ну, не буду размазывать полностью на весь видеоролик историю про этого Норика. Сейчас я хочу поговорить о его помощи, помощи сафари в целом. Вот за пять лет, да или за четыре года мы все это время помогали людям бесплатно. Абсолютно на безвозмездной основе. Ничего взамен не просили. Хоть люди и предлагали, когда мы там угнанные машины находили, нам предлагали деньги. Мы все это время публиковали найденные государственные номерные знаки. Тоже делали это бесплатно. Мы все это время публиковали найденные документы. Тоже делали это все бесплатно. Это экономит кучу времени, кучу денег. Вообще, ну, очень много плюсов в том, что мы публиковали, еще делали это бесплатно. Но я уже не буду рассказывать про те плюсы, когда мы находили угнанные машины. Сейчас я это рассказываю, чтобы вы поняли. Мы не требовали чего-то взамен. Мы всегда отдавали. И в то же время мы хотели получать отдачу именно в виде улучшения общества. Вот мы же наблюдаем, вы же сами тоже наблюдаете улучшение ситуации в прохранительной системе, именно в ОБДД. Даже если они там проводят свои бесконечные реформы и они абсолютно неэффективны, то вы можете наблюдать, какое было отношение раньше по отношению гражданам и какое отношение сейчас. Это все наша с вами заслуга. Это не заслуга тех псевдореформаторов, которые ровным счетом ничего не добились. Только просто деньги потратили, и все. А то, что мы имеем сейчас, это заслуга исключительно народа. И примерно такой же отдачи, делая все это добро на абсолютно безвозмездной основе, мы ждали и в гражданском обществе. Но пока не наблюдается, потому что мы наблюдаем эти моменты в виде Нурика и Тойоты Ист, которая держалась на штрафной стоянке где-то месяц дома, вроде говорил, я уже забыл. Что касается помощи в подобных ситуациях с моей стороны в будущем, я решил, что помогать я людям в таких ситуациях и не только в таких я уже не буду. Возможно, я рассмотрю вариант помощи на платной основе, но так, как я делал раньше, я уже делать не буду. Конечно же, это не касается угнанных автомашин. Все это, как делалось бесплатно, так и будет делаться бесплатно. А вот именно в таких случаях, как с Нуриком, я уже бесплатно помогать не буду. Потому что это не первый случай, когда меня вытирают ноги. Просто воспринимают доброту за слабость. Поэтому извините. Еще подниму одну тему, раз уж тема разговора располагает. Вы все помните, наверное, да, но не все те, кто подписан на Instagram аккаунт. То, что я мониторил электронные кошельки некоторое время назад и пришел к такому выводу, что порядка 150 человек поддерживали нас на постоянной основе путем какой-то поддержки. И неважно, какая это была сумма, люди нас поддерживали и продолжают поддерживать на данный момент. Возможно, количество уменьшается, иногда увеличивает. В районе 150, я точно помню, что он прям такой основной костяк он был. И я точно помню, что каждому из этих людей я отправил само сообщение. Я не знаю, дошло оно до каждого или нет. И когда читаешь все эти комментарии с вашей поддержкой, очень приятно. И я не жду от каждого каких-то денежных средств посыл в том, чтобы вы не были соучастниками коррупционных явлений. Посыл в том, чтобы вы не молчали, когда видели несправедливость. Посыл в том, чтобы вы помогали друг другу, не брали деньги, когда возвращаете документы кому-то или помогаете найти какую-то вещь, будь тот же угнанный автомобиль телефон. Я уже с другой камерой вещаю, потому что на основной у меня села батарейка. Так вот, в Telegram вы сможете сообщать на анонимной основе любую важную информацию, отмечу важную. Если вы хотите следить за мной в Instagram, то вот Instagram-страничка я также оставлю все контакты, все ссылки в описании. Можете зайти в описании и все там посмотреть. Спасибо всем за внимание. Прошу прощения за то, что с разных камер, с разных мест все это было. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова